Ребятки, Леночка сидит и подрисовывает картину, пока без меня. Так, у меня под халатом и футболка, и сверху халат, я замерзла. Что-то натягиваю на себя, сейчас приду, еще какие-то штаны натяну. Замерзла, холодно. Ребята, я сегодня хочу опробовать новый противняк, который мне Лена подарила. Посмотрите, зацените, какие высокие борта, бортики. Мне надо будет его помыть. Антипригарное покрытие. Смотри, смотри на папу. Офигеть, прикольно, классно, Лена. Сейчас, мне надо его помыть, ребята. А где восьмерку-то, вот восьмерку-то, что такое? Пока это точка. Блин, Лена, а хочешь прикол, что тут кусочек антипригарного стерт покрытие? Блин. Серьезно? Ну, блин. Да, алюминия, точка маленькая. И что, теперь все? Все. Ну, ничего. Вот, блин. Так, сейчас я бракова не взяла. А нормально все. А он там один был? Да. Я его сейчас мою. Был чуть меньше. Ой, больше. Угу. Нет, это мне нормально по размеру прям. Да, кусочек. Да, или что? Да. Ты б знала, как я боялась ошибиться с этим размером. Усочек, я взял. Ты купеешься. Ладно, надеемся, что все будет нормально. Вымываем хорошо его, ребят. Я тоже хочу, Лена, рисовать эту картину. Но мне надо ужин приготовить. Ребята, что я готовлю? Я готовлю... Типа картошку по-французски. Короче, мясо он отбила, немножко у меня свинины. Сейчас очищу картошки. Добавлю много-много, ну как много-много, три луковицы. И будет обалденно просто. Блин, я так хочу, чтобы к нему ничего не пригорало, чтобы оно было хорошее. Ну, противень, я имею в виду. Так, вытираю насухо. Очищаю лук. Так, ребятки. Одна женщина мне в комментариях написала, задала вопрос и написала, что я знаю. Конечно, Юлька, ты не ответишь на этот вопрос. Почему же? Отвечу. Вопрос в том, что почему Сергей не ходит в гости к моей маме. Ребята, во-первых, на канале есть множество видео, где он ходит в гости. Это раз. Во-вторых, недавно мама с Витей к нам заходили. Это два. В-третьих, Сергей на карантине. Нет, в-третьих, начался коронавирус, и никто из нас к маме не ходил. Одно время. Не мама, где-то полгода. Не мама к нам, не мы к ней. А потом, в-четвертых, Сергей на карантине. А в-пятых, те разы, которые вы видите на видео, я ходила по делам. То есть, мне нужно было по ютубовским делам и так далее, по-быстрому. И в-пятых, все разы, когда я ходила, Вите нет дома. То есть, я пришла по делам, пришла, свои дела сделала и ушла. Поняли, да? Как бы, иногда хочется и даже, например, с мамой поговорить. Опять, если Витя дома, допустим, Сергей пойдет. А так, когда мы с мамой хотим поговорить о чем-то, о своем там, о женском, как бы, что, ну, как бы, ему не хочется идти. Хочет, чтобы я с мамой пообщалась и провела время. Поняли, да? Так, кисточка упала. Ребята, посмотрите, на канале есть множество видео, где Сергей и у мамы в гостях, и все нормально. Такой бортик тут. Обалденно вообще. Так, что я делаю, ребята? Я лук нарезаю. Вниз мясо, сверху лук. Обычно так делаю. Но когда мясо немножко подсушивается, есть такое. Я, наверное, и на низ лук немножко насыплю. И потом сверху на мясо. Как-то так сделаю. Не сильно мелко я лук нарезаю. Чтоб Лене было удобнее его выбирать. А потом уже Лена лук не ест. А я люблю. Но он сочность дает лук. Он пускает сок и очень вкусно вообще. Лук с мясом идеально сочетается. Зря ты, Елена Сергеточка. Ну, и в принципе, не лукоедка. И не морковка едка. Морковку выбираешь постоянно. И не мясо едка. И не рыба едка. А кто ты едка? Я сладкоедка. Сладкоедка. Вот, пожалуйста. Так. Что вам добавить? Беру вот так вот горсть лука. Я выборочно беру цвет. Заполняешь уже это недостающее, да? Да, потому что уже выбрал один цвет и все, не можешь найти. Так, смотрите, лук на дно. Я могу еще немножко полить. Ой, печет. Растительного масла. Тонкой стройкой немножко. Вот так. В новой ванночке. Да, да. Ой, пекут глаза. Теперь, ребята, выкладываем мясо. У меня такие, оно мелкие кусочки. Полностью заполняю дно. Вам, наверное, не видно. Как его поставить, чтобы вам было видно? Знаешь, что я тут в небе прям точка-тройка. Да. Зачем она в небе? Ну, значит, так надо. Ой, глаза пекут от лука, ребята. Не, Лена, размер ты мне прям подходящий купила. Да? Протвеня, потому что... Да, мол, чуть больше. Я такая, а, блин, что надо? Если бы больше, то для нашей семьи это очень большой. Был бы меньше, обидненько. Было бы. А это прям вот мой любимый размер. Понимаешь? А, я украсть. Мой любимый, смотрите, всё идеально прямо. Всё. Вот так вот. А теперь, так как я мясо ничего... Ой, ты чё, не солила, не перчила, ребята. Я сделаю это сейчас. Только знаете, в чём прикол? Блин, у меня картошка ещё не очищена. Сейчас буду чистить. Я солю мясо хорошенечко. Солью. Солю солью, логично, да? Пока что логично, да? Да, вообще-то... Солю солью. И добавляю обязательно мясо, любит чёрный перец, ребята. Никакой приправы больше я не добавляю. Чисто чёрный перец, чисто просто. Просто чисто. Трубо-чисто. Да. Вот так вот. И сверху уже вот этот вот оставшийся лук. Только я их так разделяю, разделяю. О, и будет нормально. И мясо не так поджарится снизу, да? Потому что там у нас есть две горсти лука. И сверху будет лук пускает сок, и под мясом пустит сок, и на мясо пустит сок. И, короче, всё будет сочно, сочно. Всё, ребята, пока что отключаюсь я по этот самое. Почищу картошку. И, как мама говорит, я к вам вернусь. Не теряйте, мама говорит. Я вас найду. Это звучит угрожающе. Угрожающе. Так, ребята, картошку начистила, нарезала. В руках я буду долго резать. Кстати, купили целую сетку картошки. Сорт называется, знаете как, не поверите? Вы не поверите! Называется Аладдин. Представляете? Я такого ещё начала. И мне гораздо быстрее. Она крупная, твёрдая, ребята. Мне гораздо быстрее просто её на дощечке. Смотрите, как у меня хорошо получается. Смотрите. Оп! Оп! Быстрее, чем в руках. Я сильно толстым не нарезаю, чтобы она хорошо, быстрее приготовилась. Поняли, да? Кто там лазит? Ласа? Ай-яй-яй! Ласа тень. Это мы привезли, короче, ребятам с дачи целый мешок дисков. Я их хочу перебрать. У нас, когда мы переезжали с квартиры на квартиру, когда мы эту квартиру купили, мы многие вещи посгружали и держали их на даче. Вот. И, короче, меня всё это время волнует. У нас были диски с Леной, утренники её из садика. День рождения в садике мы заказывали. Клоуна ей, фотографа, видеосъёмщика, вернее. Помнишь, Лена, нет? Почти не помнишь. У меня ещё торт был с Машей и Медведем. Вот это я помню. Вот это было круто. Я просила Машу оставить мне. И эти диски где-то есть. И прикол в том, что так получилось, что... Короче, мы не следили за ними. Они без коробок где-то там в общей куче. И мне надо, когда у меня будет время, целый мешок дисков перебрать. Найти, которые наши домашние видео оставить. Если они, конечно, там не поломались, не знаю. Вот. И этот самый. Остальные все повыкидывать. Там куча дисков с фильмами. Фильмы, сериалы, ещё что. Раньше была маленькая память на компьютерах. На ноутбуке. У нас ноутбук сразу появился. Память была всего лишь 60 гигабайт. И фильмы негде было хранить. И раньше всё это, может помните, записывалось на диски. А теперь эти диски кому нужны? Ну, может, кому-то за шоколадку, кстати, отдам. Здесь целый полмешка дисков с фильмами. Прикиньте. А сейчас они нафиг никому не нужны. Сейчас уже интернет, любой фильм ты можешь найти и посмотреть. Уже эти диски просто-напросто не нужны, ребята. Вот мне надо перебрать. Найти то, что надо. От остального избавиться нафиг. Или отдам кому-то, кому нужны. Или просто возле мусорки на улице поставлю. Кто-то заберёт. Так, всё. Не знаю, хватит мне картошки. Не хватит. Сейчас посмотрим, что у меня получилось. Блин, оно противень вообще. Ну, он, конечно, даже такой большеватый. Класс, класс. Знаете, что? Наверное, я ещё, чтобы нормально там прям много у меня получилось, я ещё возьму пару картошек. Одну. И вот вторую. Сейчас я их чистую. Всё. Что там, Елена? Ты хоть мне ещё оставь пораскрашивать? Нет. Пожалуйста, я тоже хочу. Слушайте, ну я даже не думала. Поначалу мне это казалось невозможным, зарисовать эту картину. А сейчас мне прям нравится. Наверное, когда она закончится, когда мы уже закончили, я, наверное, немножко расстроюсь. Что закончилось, да? Ну, Лена, я не ожидала от себя. Насколько я не хочу мелкую такую вот какую-то, долгую вернее, тягомотную какую-то работу, поняли? Я с детства люблю всё быстро, здесь и сейчас. Но это мне так как-то затянуло. Так даже Лену. Она бросила свой планшет, чей монитор и пришла ко мне. Почему я сейчас не настроение вижу? Мы с дачи приехали, пообедали. И Лена такая, мам, давай, можно я порисую? Я говорю, можно. Я вижу, она рисует. Я ей говорю, а можно я с тобой? Короче. Ну, вот так вот. Картофан с мясом такой, ребят, это такое дежурное, так сказать, блюдо, которое, в принципе, нравится всем. И нашей семье его все едят, все нравится. Всё нормально. Даже Лена Сергеевна кушает, да? Только я, почему я так вот, ребят, в миске? Я прямо в миске перемажу с майонезом. Он так лучше перемешается и будет сочно. Сочно. Так, вырезаю последнюю картошку. Толсто не режу, ребята, тоненько. Есть. И ещё одно, и всё. Я здесь, мне так удобно. Чем сюда можно сверху, да, майонез, конечно, добавить. Но мне удобно просто в токсике, в мисочке, перемешать соль, перец, специи. Можно чеснок добавить по желанию. Вот. И сюда же майонез. Всё перемешала и сверху помахнула. Всё. Фу. Так. Соль здесь. Добавляем соль по вкусу. Оп. Хватит. Добавляю чёрный перец. Чуть-чуть. Дальше. У меня есть приправа для картофеля, которую мне Наташа подарила. Вот. Для картофеля. Я её добавлю. Оп. Чуть-чуточку. Ииии... Что ещё? Ииии... Чего-нибудь. Ииии... Так, а мне галеные томаты. Подожжимой. Давайте немножко. Блин, вот видите, а они у меня этот самый. Подсырели. Ладно, ничего, сейчас перемешаю. Чуть-чуть. Так. Рыба, хмели, сунели, плов, шашлык. Все дела. Грибы, курица, итальянские травы. Ещё такое приправы для курицы добавлю. Оп. И итальянские травы. Короче, приправ много не бывает, ребята. Всё. И бабахаем в мананес. Мананес. И останется всё это бабахнуть на противень, ребята. Открывать духовку. И всё. Он сам себя будет готовиться. Всё будет чики-чики-пики. Чики-пики. Пики-чики. Ой, Лена, я отсюда смотрю. Прям такая картина обалденная. Где повесим мы её? Я хочу убрать, потому что сдалека она смотрится. На кухне? Ну да, он вот тут. Дальше кнопки там. Получишь прямо на кухне? Ну да. Да и всё. Да как скажешь мне, в принципе, чё. Как скажешь, так и будет. Так, ещё майонезы, ребята. Нет, мне интересно послушать, твоё у меня нет. Нет, ну я согласна, что давай на кухне, а чё? То есть я имею в виду, на кухне окей, а где? Ну какая это стена у нас, а тут-то где? Нет, я имею в виду, на этой стене где? Да. Тут? Нет, тут именно где. Вот всё. Рядом с иконой. Нет, ну где-то там. Рядом с иконой где? Справа от кнопки. В чём? Где именно спала? Просто, почему, ребята, на кухне, наверное, будем вешать? Что ты мне говоришь? Где именно справа? Справа от кнопки. Где именно справа? Повыше. Чтоб пальма не достала. Где именно повыше? Ты что, издеваешься, Лена? Я только сейчас поняла, что ты издеваешься. Так нехорошо с мамой поступать. Извини, это просто шутка. Так, ребята. И, кстати, мне в комментариях в прошлый раз готовила картошку, и у меня суховато вышло мясо. По этой причине я немножко лука под низ сейчас подложила. И мне посоветовали налить немножко водички. Ну, давайте попробуем. Чуть-чуть водички. Хорош. Всё, отправляем сверху картофан. О, как это немного корыто получается. Еды. О-о-о-о. Офигеть. 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 Только скажите мне, пожалуйста, почему я не включила духовку? Вот это, конечно, минус огромный мне. Просто, Юля, садись два. Наказано. В угол. На гречку. Ой. Так, сейчас я, ребята, включу пока на полную мощность, чтобы она у меня быстро-быстро разогрелась. Смотрите, разравниваю картофан. Ой, какой противень, Глеб. Какой. Обалденный просто. А, понятно. Обалденный. У меня, смотрите, есть на духовке. Вот. Кстати. А он такого же размера. А мне кажется, что этот больше. Из-за глубины. Понятно, да? Но, который стандартный. Посмотрите, какой у него бортик. Никакой. Это чисто пиццу испечь. А когда готовишь такую картошку, я наваливаю. И если вдруг много майонеза, или вот так вот водички добавить, оно начинает отсюда вытекать. Не дай бог капать туда. У меня один раз так было. Майонез дал сок, или картошка там дала сок. Я не знаю, кто дал сок. И оно там начало вытекать. Я так мучилась. Капец. И я начала мечтать. И видите, Лена исполнила мою мечту. Но это, конечно, всем мечтам мечта. Потому что такой глубины противень. Это вообще не знаю, где ты её нашла. Где ты раздобыла. На заказ тебе его? Нет, я могу рассказать. Так, ребята, сыр сверху не добавляю. Вообще, Лена не любит запечённый сыр. Сергей тоже. Но у меня есть. Я потом в конце, может быть, в конце уже достану. И чуть-чуть добавлю. Но у меня не кусковой сыр, у меня пластинками сыр. Но, в принципе, без разницы. Где мой полотенок? В принципе, без разницы. Можно полотеночки так положить, и он растопится, растает. Всё, ждём нагревания духовки. И отправляем картошку. Давайте я вам покажу. Синенький противень. Я так счастлива. Сколько мне для счастья надо, ребята? Просто новый противень. И всё. И мама становится доброй-доброй. Хорошей-хорошей. Давай вместе погодим. Дай кисточку похожую на... Не, 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 начинай. Да, начинаю уже. Ну, блин! Вот это всё 19, да? Ого! Лена, оно чёрное. Ну да, это чёрное. Понадевали чёрные футболки. А уже вырисовывается так, да? Прикольно. Классно. Тебя ещё не раскрасили, Лен? Раскрасили. Она вот такая бледная. Да ну нафиг. Ну, по номерам всё. Серьёзно. Да. И у меня кепки, видишь, нет. А где фотка делаешь, ребята? Фотка там была на шкафу. Да есть у тебя кепка. Она просто белая. Вообще на мне одетая, чтобы ты понимал, розовая кепка. Была, розовая стала, белая. Представляешь? Да. А это же как-то на компьютере как-то делается. Да! Да, Лен? Компьютерная программа какая-то, да? Лена говорит, что да. Короче, я тут самое бледное пятно, а ты, пап, самое тёмное. Ну-ка, покажи. Ну, всё равно не так. Там что-то ты совсем не видел. Ну, смотри, ярко тут. Ну, краски такие. Ну, всё по номерам делаем. Да, да. И собака вам помогает, да? Да. Я поняла, что у тебя с кепкой она есть. Ну, и шо? Это рисунок, там же цветочки. Ну? А кепка из-за того, что она светлая, она из-за, ну, того, что, короче, небо высветлилось и твоя кепка слилась в небо. Да? Да! Посмотри. Леночка. Я поняла, да. Поменяй мне, пожалуйста, водичку. Я тебе буду очень... Любить. Ты её будешь очень любить. Ты меня, может, покормишь картошкой? Ну, когда приготовится, да. А если я не поменяю сейчас, то нет? То нет, да. Ребята, вы не поверите. Мы за два дня, вчера вечером посидели, да, сегодня утром чуть-чуть, и сегодня вечером. Мы закончили картину. Та-да-дам! Та-да-дам! Только надо сдалека показывать. Чтоб понятно было. Прикольно? Мы это сделали, я в шоке. Мы это сделали, ребята. Но чуть-чуть оно такое ощущение, что как будто фотография пересвечена. Вот, да? Есть вот сверху как будто пересвет. Я думала там небо было Давай я ближе подойду Хоть покажу Не, надо ее сдалека смотреть Чтобы понятно было Потому что у меня здесь такой пересвет Что у меня тут кепки Вообще на мне розовая кепка в цветочек Помните мою? У Ани тоже тут как бы голова Чуть-чуть как бы пересвет Но сдалека прикольно Классно Мне нравится Молодец Картина Так, надо на стенку повесить А я вот так она будет смотреть Я не знаю куда, думаешь сюда? Тут как будет? Прикольно А что, тут и повесим Правильно? Да, классно, классно будет Так что завтра тащим дрель И дрелим Все, ребятки, у меня готова картошка Я достаю Картофальчик Опа Вот такая вот красота Получилась у нас Сейчас я вам поближе покажу И буду Леночке насыпать Покушать, а мы попозже Вот она, ребятки Картошечка Вкуснячая Я в конце добавила сыр Видите? Вот он сыр Вот он расплавленный такой Аж подпекся Ммм Ням-нямушка Короче, я очень довольна этим противенечком Просто супер Ребята С противня я просто в шоке Офигенно Да, пошла Лену расцеловала Короче, первый показатель У меня обычно, когда я на противне готовлю Когда я, ну, насыпаю Вот я Лене уже порцию Видите, отсюда взяла И я обычно отшкрябываю одна Вот так вот Потому что оно прижаривается Здесь, посмотрите Он практически чистый Вообще То есть я поднимаю еду Она скользит по ней Вот раз А под ней чистота Понимаете? Вон раз Оно хорошо То есть не пристает Все отходит Я в шоке Классно Шикарное антипригарное покрытие Я счастлива вообще Доча, ты молодец Посмотри, какой противень Давно с таким удовольствием Просто не накладывала картошку из противня Я обычно, я говорю так вот Шкрябаю Вот те противня, которые в комплекте идут Они вообще, ну, фигня А это Вообще, мега супер Я теперь буду чаще что-нибудь вам в духовке готовить Спасибо, мамочка Та-дам, мамочка Та-дам У нас ужин, ребята Да Ой, замерзла Что, ты согрелся в душе? Там еле теплая вода Да нет, там горячая вода Горячая пошла? Просто пролиться надо ей Через минут 20 Да Через минут 20 она уже стала вылазить Куча бабла вылетает в трубу Да, вылазишь с душа О, кипяточек пошел, куда ты уже выходишь Блин, е-мое Так, ребята Ужин картошка Ну, мы называем ее картошкой по-французски Да, она с грибочки Сергей тоже картошка Лечо домашнее Помидорки домашние Хлебушек И, в принципе, все И все Чай без сахара Да, у нас сахара нет И в магазин мы сегодня Ну, вообще забыли за сахар Можно было заехать за картошкой Заезжали За хлебом заезжали Ну, либо кто-то вспомнил Забыли Ничего, бывает Завтра возьмем Сахароид Так, и все, ребятки Всем Пока-пока Всего хорошего А мы на этом прощаемся Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь Пока-пока Пока-пока, ребята